Дома Дракона Смотря на продолжающуюся забастовку сценаристов и актеров в Голливуде, создатели смогли продолжить съемки. Дело в том, что производство проходило в соответствии с профсоюзным контрактом Великобритании, а значит создатели не были ограничены. И даже более того, съемки были завершены в конце сентября этого года. Поэтому сейчас самое время обсудить последние новости и интересные детали сюжета, которых накопилось предостаточно. Устраивайтесь поудобнее, на ближайшие несколько минут мы отправляемся в Семь Королевств. Первый сезон Дома Дракона собрал самую большую аудиторию среди всех новых сериалов в истории HBO. Поэтому неудивительно, что сразу после премьеры было объявлено о его продолжении. Непонятно только о каком количестве сезонов шла речь, но не так давно Мэтт Смит, он же Дэймон Таргариен, выступая в подкасте Happy Set Confused, прокомментировал временной скачок в шестом эпизоде. Актер сказал, что в новом сезоне повествование будет более последовательным и события будут раскрываться постепенно. А еще, что уверен, что больше не будет никаких скачков во времени в следующем и последующем сезоне. Иными словами, планы на третий сезон точно подтверждены. Но это также значит, что в предстоящем продолжении нам покажут лишь часть повествования зеленых и черных и могут прерваться на самом интересном месте. Героям фильмов нередко приходится путешествовать во времени. Многие из нас тоже не отказались бы окунуться в теплые воспоминания о былых временах или ощутить вкус будущего. У жителей Москвы уже есть такая возможность, ведь в центре их города открылся бар «Космо Хомяк». Это первый бар с коктейлями из прошлого и будущего. Для желающих почувствовать ностальгию, бар предлагает вкусы знакомые с детства, такие как ириска, пломбир и тархун. Для тех, кто устремлен в будущее, есть новые оригинальные коктейли. Электроцветы, корень пиона и многие другие. Все они подаются в необычной посуде, которая словно была доставлена с неизвестной планеты. Уже 20 ноября посетители бара смогут испытать удачу и выиграть 250 тысяч рублей депозита. Бронируйте места, пробуйте коктейли и отправляйте фото этих коктейлей в чат-бота, сканируя QR-код на экране, чтобы принять участие в розыгрыше. Почувствуйте себя настоящим путешественником во времени в баре «Космо Хомяк». Напомним, что в последней серии мы вплотную подошли к долгожданной гражданской войне Таргариенов, которая получила название «Танец драконов». После смерти короля Визериса Хайтауэры сговорились короновать сына Алисенты, Эйгона II, несмотря на желание Визериса короновать свою дочь Рейниру. Поэтому началась война между теми, кто встал на сторону короля Эйгона, это зеленые, и теми, кто встал на сторону Рейниры, это черные. Во время путешествия в поисках союзников младший сын Рейниры встретил Эймонда, дракон которого своевольно убил его. Эта случайная трагедия и приведет нас к жестокой и бескомпромиссной войне между зелеными и черными. Хотя мы думали, что конфликт между Эйгоном II и Рейнирой за трон будет центральным элементом первого сезона, вместо этого мы увидели длинный пролог к основным событиям. В общем-то, создателей можно понять, потому что сперва необходимо подготовить почву и познакомить зрителей с персонажами. Сама война, которая хоть и решила судьбу Вестероса, длилась всего два года, и показывать ее сходу было бы весьма опрометчиво. Поэтому выбор пал на неспешный темп повествования, который охватил несколько десятилетий. Между тем, на новых кадрах со съемок видно много интересных деталей. Долгое время ходили слухи, что забастовки в Голливуде могут вызвать сбой в производстве продолжения. Однако еще в мае сам Джордж Мартин обратился к обеспокоенным фанатам в своем блоге и сказал, что сценарии готовы и уже прошли доработку. Поэтому забастовка не должна иметь никакого влияния на производство. А согласно одному из самых популярных фанатских аккаунтов, съемки второго сезона уже завершились несколько недель назад. Правда, официально это объявлено не было. На свежей порции кадров отчетливо видны последствия напряженной битвы. Столкновения явно будут масштабными, судя по количеству задействованных актеров и реквизита. Кроме того, в поле журналистов попали снимки, на которых видно, как солдаты пытаются укрыться от беспощадного огня. Но глядя на обгоревшие тела, это удастся явно не всем. Самого дракона на снимках, естественно, нет, поэтому чей дракон устраивал огненную вакханалию сказать сложно. Причин для мести достаточно с обеих сторон. Однако можно с уверенностью сказать, что нас ожидают эпичные сражения, ведь на каждой стране есть по несколько драконов. А по словам соавтора шоу Райана Кондала, фанаты могут ожидать встречи еще с пятью новыми питомцами Таргариенов. Поэтому то, что Дейенерис устраивала в последних сезонах верхом на Дрогоне, мы надеемся видеть чуть ли не в каждой серии. Кстати, не факт, что все драконы, которых нам представят, будут объезжены. Фанаты ждут, что в сиквеле представят Каннибала. Это дикий дракон, который жил на драконьем камне во времена Танца драконов и даже пережил эти события. Свое яркое прозвище он получил за отношение к драконам Таргариенов, на которых он нападал и пожирал. Но главное, что он никогда не имел наездника и убил с дюжину потенциальных драконьих всадников. Увидеть его хоть краем глаза было бы приятным подарком всем поклонникам творчества Мартина. Что касается сюжета, то второй сезон, скорее всего, не будет охватывать все два года Гражданской войны. Этот период определит преемника Железного Трона, а значит создатели будут растягивать условную интригу. Почему условную? Да потому, что любой желающий может взять первоисточник и прочитать в нем основные события истории Вестероса. Впрочем, это никогда не мешало HBO хайповать на каждой новой серии. Поэтому, если вы не читали Пламя и Кровь, советуем сделать это после окончания Дома Дракона, чтобы не испортить себе впечатление. Также на одном из слитых видео со съемочной площадки была замечена часть гигантской ледяной стены. Очевидно, что декорация была построена не просто так и будет задействована в повествовании не один раз. Похоже, сюжет второго сезона отправит героев на север, к стене. Правда, не стоит ждать белых ходоков, ведь история борьбы Таргариенов их не упоминает. В целом, было логично, что стену мы снова увидим, потому что во втором сезоне ожидается появление Старков. Северяне сыграют немаловажную роль в предстоящей гражданской войне. Но знакомых лиц, естественно, не будет, ведь события происходят почти за 200 лет до оригинальной «Игры престолов». Кстати, The Hollywood Reporter подтвердил, что насыщенные события второго сезона привели к появлению продолжительных серий, некоторые из которых будут длиться дольше часа. Также издание отметило, что ожидается минимум 4 сезона в зависимости от зрительского интереса. А релиз продолжения запланирован на лето 24-го и будет состоять из 8 эпизодов. Хотите еще один интересный инсайт? Говорят, что кроме заявленного сериала о Джоне Сноу, фанаты увидят приквел о Корлисе Виларионе и сериал о принцессе Немерии из Дома Мартеллов. И это, если не считать мультсериалы. О Сноу мы уже выпускали отдельное видео, поэтому не будем останавливаться на нем подробно. Скажем только, что это единственный спин-офф «Игры престолов», не основанный на ранее существовавших материалах Мартина. Это сериал-сиквел, в котором основное внимание будет уделено тому, чем занимается Джон Сноу после окончания известных нам событий. Корлиса Вилариона, известного под прозвищем «Морской змей», мы встречали в первом сезоне Дома Дракона. Он предстал перед нами мудрым и уставшим от мира ветераном морских приключений. Но далеко не всегда был таким. Пламя и кровь простирается гораздо дальше, чем начало сериала, и поэтому полна подробностей о легендарных девяти путешествиях мореплавателя. Именно эти прошлые приключения лягут в основу спин-оффа под названием «Девять путешествий». Правда, позже это рабочее название все-таки изменили на «Морской змей», поскольку Мартин хотел избежать двух шоу с цифрами в названии. Тут имеется в виду следующий проект, который называется «Десять тысяч кораблей». Это своего рода приквел, действие которого происходит примерно за тысячу лет до событий «Игры престолов». Нам расскажут о принцессе Немерии, предке Дома Мартелов, основавших Дорн. Она известна как настоящий воин и настолько знаковая фигура во вселенной Мартина, что в ее честь была названа одна из песчаных змеек, а также лютоволк Арьи. По словам Мартина, рабочее название «Десять тысяч кораблей» относится к военному шагу, в ходе которого Немерия приказала сжечь все свои корабли. Сделала она это после того, как ее армия отправилась из Эссоса в Дорн. Скорее всего, сюжет будет сосредоточен на подвигах принцессы и станет своего рода сериалом-приключением. По срокам выхода обоих проектов сказать сложно, так как сейчас есть только черновые наброски сценариев. Но не стоит забывать и еще об одном заявленном спин-оффе. В дополнение к романам «Песни льда и пламени» Мартин написал несколько новелл, действия которых происходят в мире Вастероса. Это «Межевой рыцарь», «Присяжный меч» и «Таинственный рыцарь», которые собраны вместе под названием «Рыцарь семи королевств». Действия новелл происходят за 90 лет до «Игры престолов». Их часто называют историями о Данке и Яйце в честь их главных героев. Сира Дункана Высокого и его оруженосца Эймона. Он же Яйцо, который вырастает и становится королем Эйгоном Пятым Таргариеном. В своем блоге Мартин подтвердил, что истории Дунка и Эгга лягут в основу еще одного сериала. Пилотный сценарий уже написала Айра Паркер, работавшая над первым сезоном «Дома дракона». Как видите, у HBO огромные планы на вселенную Джорджа Мартина. Франшиза «Игры престолов» активно расширяется, поэтому ко второму сезону «Дома дракона» внимание будет повышенное. Ведь если успех первого сезона был обеспечен за счет популярности оригинального сериала, то во втором создателям нужно оправдывать ожидания на все 100%. И если это случится, то мы действительно можем увидеть 4, а то и больше сезонов о падении дома Таргаренов. А какие у вас ожидания от продолжения «Дома дракона»? Или вы вообще ждете только сериала Джонни Сноу? Обязательно заходите в комментарии и обсудите расширение «Игры престолов». А на сегодня у нас все, друзья. Увидимся на просторах Вестероса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok